Задолжали жильцам. Финансовый конфликт возник между собственниками дома на производственной 11 и сотрудниками бывшей управляющей компании. Не могут поделить деньги. В чем причина спора и каким может быть законный выход из ситуации, выясняла Екатерина Кудрина. А деньги где? Такой вопрос задают жители дома на производственной 11 представителям своей бывшей управляющей компании. По словам старшего по дому Павла Макарова, в компании незаконно повысили тариф. Люди платили больше, чем нужно. Из этого между собственниками дома и управляющей компанией возник конфликт. За помощью в решении проблем жители обращались в ГЖИ. Те вынесли штраф. Но его обжаловали неоднократно. После двух решений, то есть они должны были вернуть деньги, которые не целевое использование денежных средств, они собрали с людей. Но вот по итогу они, получается, людям ничего не вернули. Даже не то, что хотя бы людям, а хотя бы просто эти деньги, которые они собрали, излишек, вернули бы просто на счет управляющей компании нашей, которая новой. Но они не хотят этого делать. Кроме того, Павел отмечает, их бывшие управленцы ни одной ремонтной работы не подтвердили актами. В ГЖИ согласились. Есть нарушения в их действиях. Трактование, скажем так, договора управления было управляющей организацией произведено неверно с нашей точки зрения. Договор управления был заключен сроком на один год с последующей пролонгацией. В связи с этим они неверно произвели начисление размера платы и, видимо, до сих пор не согласны с позицией инспекции. Разбирательства с управляющей компанией ведутся уже не первый год. Жильцы дома на производственной обращались за помощью и в другие инстанции. Но безуспешно. Свет на решение долгоиграющего конфликта пролил совет юристам. Собственники помещения должны собрать собрание, наделить какого-то собственника полномочиями, чтобы они подали в суд данное исковое заявление, предложить документы, те, которые не писали жалобы, что они в управляющую компанию писали, они им отказали, в государственную жилищную инспекцию отказали. Разрешает данный вопрос только суд. А он будет. В настоящее время дело находится в арбитражном суде Волговятского округа. Рассмотрение дела назначено на конец июня. Екатерина Кудрина, Тимофей Кукарев, Бюро новостей Давиджа.